всем привет друзья сегодня будем варить варенье из шишек но варить это неправильно немножко сказано в основном все везде варят больше рецепта не видал для того чтобы сохранить все полезные качества шишек еловых витамин c все остальные микроэлементы варить его нежелательно таким методом и получается все намного полезнее чтобы понять не было сказать ведро ведро шишек вот она я уже немножко перемолол сейчас я перемалываю все это полностью через мясорубку потом засыпаю сахаром один к двум и в баночке закрываю то есть весь процесс потом покажу итак друзья объясняю для чего нужна именно вот эта вот процедура перекручивания через мясорубку в данном случае когда перекручиваешь через мясорубку отверстие свежие да вот только что свежая смолота и уже минут пять-четыре назад и смогу это уже просто прошел процесс окисления процесс окисления он именно нам и нужен для организма не то чтобы варить варитом вывариваем все полезные свойства все полезные минералы очень много в этих шишках а вот именно для того чтобы организм легче усваивался этим делом и сейчас в данном случае допустим вот это я ставлю на варенье потому что много его употреблять нежелательно чайная ложка ну можно две-три там в этих пределах попробуйте по своему организму а это я сделаю еще закрою две баночки литровых там только получится для моего пивка то есть я занимаюсь пиво варенье некоторые знают уже которые на меня подписано что я варю пиво именно варю пиво я на очень часто на вот этих вот сосновых побегах сосновых шишках кому будет интересно пожалуйста заходите я ссылочку оставлю внизу пивной гурман моя мой канал называется а с этого я сделаю варенье тут же при вас и так друзья ферментация прошла вот какое стало темная эта масса силовых шишек она темная то есть нам ферментация в желудке совершенно не нужна лучше пускай она пройдет здесь как бы вне желудка я сюда уже высыпал одну тарелочку такую мисочку то есть как я сказал засыпаем один к двум очень желательно один к двум сахаром хорошенечко перемешиваем чтобы все было сахаре до сахара много не спорю кому нельзя сахара это сами уже решайте можно нельзя я пока этим пользуюсь у меня все отлично запах пошел совсем другой после ферментации более приятный более такой как бы не нет ни трав не травянистый а уже то что надо то что надо сок пустит в баночке тогда будет все вкусненько ароматненько а самое главное полезненько вот сейчас набиваю две баночки очевидно получится и третье баночки о полезности и таких суперовых свойствах будем говорить следующем ролике не обязательно его сделаем она постоит тут буквально недельку в баночках и будем пробовать и я уже расскажу загружаем плотно то что сахара один это уже считаешь и консервант никуда она делится не пропадет ну можно крышечками закрыть пластиком а можно и полиэтиленовыми но лучше закрыть чтобы не было воздуха герметично так вот накладываем и оставляем ну пускай на 2 недели а потом будет то что надо сейчас я еще принесу пару баночек ну и вот последнее движение то есть баночки я забыл сказать что стерилизованные на пару не загружая последнюю баночку вот он уже начал опускать сок это варенье но не варенье время которое валят а это натуральная все сохраняется то что давно природой ничего не испаряется витамины и танцы микро макроэлементы и все остальное получилось не полная баночка я не рассчитывал на это дело то есть можно можно нужно какие возможности есть у кого есть такие крышечки вакс вакуумационные можно ими сделать вакуум вот такой насос специально для них вот этого завакуумировал но они мне не сильно нравятся мне больше нравятся именно такие вот обыкновенные крышки металлические которые закатываю обычным ключом и вакуумирую своим методом этот метод я показывал еще года два назад наверное на этом же канале экономные деньги но он как-то не сильно разошелся многие увидели вакуум закатали делаем отверстие вот у меня отвертка данном случае все ну и было у меня изолента тут она закончилась буду использовать скотч это получается как будто бы клапан обратный это мое изобретение уже пользуешь не один год и мне нравится намного надежнее чем вот эти вот крышечки пока держится потом раз два уже держит вот ставим теперь вакуум насос с комплекта этих крышек это у меня уже приспособление такая резиночка вакуум пошел аж выступила сироп уже выступил хорошо он завакуумировал хорошенечко клапан и будет надежно делаем следующий будет надежно делаем следующий тоже самое выступила выступил сироп все сейчас я сполосну их и можно поставить или в погреб или в холодильник желательно ну под вакуумом оно никуда совершенно ничего с ними случится все в данном случае я ставлю в холодильник пока все до свидания всем спасибо за внимание делайте очень полезное средство как я сказал о полезности будет в следующем ролике потому что это и так он длинный соответственно спасибо за внимание Продолжение следует...